В 2017 год начался непросто. Одна из главных сложностей – собираемость местных налогов. Эта проблема актуальна сегодня для всех поселений района, в том числе и для Одинцова. В такой ситуации на первый план выходит адресная работа с должниками. По каждому должнику мы должны получить четкую обратную связь. Что мы отработали, что сделали и какой результат. Среди прочего был затронут вопрос помощи, которую город окажет семьям, пострадавшим от пожара в доме номер 108 по Можайскому шоссе. Беда в общей сложности коснулась 11 человек, шестеро из которых – дети. Будет создание комиссии, которая определит суммы для каждой семьи, которая пострадала в результате пожара. И сразу, потому что документы все сдали для перечисления материальной помощи в связи с пожаром. Помимо этого, сотрудники городской администрации планируют дополнительно перечислить пострадавшим людям свой однодневный заработок. Сгорело все. Это очень сложная на самом деле ситуация. Когда сгорело, они документы только рассказывали, документы только схватили, выбежали. И все, что на них было. Больше ничего они не смогли вынести. Также на оперативном совещании рассматривались пути оптимизации деятельности городских предприятий, вопросы работы системы ЖКХ в зимний период и сезонного благоустройства. Приятным моментом совещания стало награждение городских предприятий торговли и общественного питания за лучшее новогоднее оформление. Конкурс проводился в конце декабря, но окончательно его итоги подводили уже в 2017 году. Конкурсная комиссия обращала внимание на комплексный подход к оформлению территорий и объектов, оригинальность художественного оформления торговых центров и предприятий потребительского рынка. Также приветствовалось наличие в продаже новогодних подарков, праздничных наборов, елочных украшений, услуг, предусмотренных к новогодним праздникам. Среди 26 победителей конкурса в различных номинациях стали известные в городе торговые комплексы и предприятия Одинцовское подворье, отель «Постоялец», Одинцовское горпо, АВ-маркет, Одинцовский пассаж. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.